Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о горечье в вине. Достаточно часто в последнее время вы задаете мне этот вопрос. Ну и вот сегодня будет такой большой развернутый ответ. Сначала поговорим о различных предположениях. Хотя в большинстве вопросов были некоторые данные, что вино из светлого винограда. Так, хочу обратить на это внимание, но к этому моменту мы вернемся позже. Итак, одно из наиболее частых предположений, и многие в комментариях это пишут, и на многих сайтах, если вы вдруг забьете в поисковике горечь в вине, причины, то наверняка найдете, что это горчат танины, это горчат разбитые косточки. Но на самом деле не совсем это так. Дело в том, что, вот мне интересно, когда люди это пишут, что раздавленная косточка, а пробовали ли когда-нибудь эту косточку раздавить? Я специально поставила на стол это обычный погружной блендер, и его насадка, то есть там достаточно острый нож, который дробит, ну реально, очень многие вещи. Так вот, в прошлом году при помощи этого блендера я дробила виноград на сок. Так вот, что я вам скажу, что даже вот эти, вот этой штукой косточки не дробятся. Они отскакивают. Сока достаточно много. Если бы мы взяли практически одни косточки, да, тогда, может быть, они бы и дробились. Но если сока достаточно много, то раздробить косточку, ну я не знаю, это надо очень-очень постараться. Поэтому, если кто-то, например, использует миксер на дрель, да, вот эту миксерную насадку, то, ну то, что там раздробится косточка, вероятность крайне-крайне низка. Я, конечно, не советую так делать и так дробить ягоду, потому, ну потому что, да, потому что эта металлическая насадка, она все-таки не предназначена для пищевых продуктов. Но, тем не менее, от этого ваше вино горчить не будет. Косточку раздробить надо очень-очень постараться. Опять же, следующее предположение, что горчат танины, ну на самом деле, я тоже не знаю, как танины должны горчить, они вяжущие, они резкие. Это будет как недозревшая хурма, как дубовая кора, ну оно больше имеет вяжущий вкус, нежели горький. Поэтому, конечно, вряд ли именно это будет горчить. Еще одно есть предположение, что горчит спирт, ну на самом деле, по моему мнению, спирт не горчит. Так что же в итоге вызывает горечь в вне? И теперь мы с вами возвращаемся к тому, на что я просила вас обратить внимание. Вина из белого винограда. В большинстве своем, про красное тоже немножечко поговорим, из-за чего может появляться горечь. Когда вы задавали вопросы про горечь в комментариях, я у вас спрашивала, какой сорт винограда. Так вот, если вы используете мускатные сорта, а часто мускатные сорта именно светлые, то горечь может быть. Дело в том, что мускатные сорта, они требуют специальной обработки. Ну, как специальные, они не очень любят выбраживать насухо. То есть, мускатные сорта лучше делать немножко в другом варианте. Сейчас, конкретно у мускатных сортах, я говорю, собираюсь на литературные данные, потому что сама я с мускатными сортами не работаю. Но в литературе встречается то, что мускат выбражен досухо, часто может горчить. Хотя, бывают исключения. Ну, у нас, у меня в зрителях есть Николай, который занимается мускатными сортами. Николай, можете поделиться своим опытом по работе с мускатными сортами, потому что человек в этом действительно профессионал и специалист. Дальше. То есть, одна из вероятностей это мускат. Вторая. Я у вас спрашивала, какого цвета ваше вино? Не то, что оно из белого светлого винограда, а какого оно цвета. И вот, как правило, здесь и кроется сама отгадка. Я уверена, что у большинства людей, у которых вино из белого винограда горчит, вино будет иметь цвет близкий к коричневому и, скорее всего, мутный. Смотрите, вот как выглядит вино из белого винограда, кстати, сделанное по белому. Потом немножечко еще коснусь технологии. То есть, оно достаточно неплохо осветляется, и оно желтого цвета, не коричневого. Оно может быть более насыщенно желтое, менее насыщенного желтого, но не коричневого. Так что же нам говорит коричневый цвет в вине, в сусле? Как правило, у белых сортов, но бывает, иногда встречается у красных. Значит, это говорит о том, что произошло окисление. Тоже часто встречающееся мнение, что окисление происходит из-за контакта с кислородом. Безусловно, оно происходит из-за контакта с кислородом. Но для того, чтобы оно произошло, нам еще нужны ферменты. И часто большую роль играет не кислород, а наличие вот этих окислительных ферментов, оксидаз. И встречаются они как в самом винограде, их содержание колеблется в зависимости от сорта. Есть сорта, которые практически не окисляются. Но больше всего, самую главную роль в окислении будет играть фермент, который содержится в гнилом винограде. Поэтому, если вы поленились ваш виноград перебрать, убрать оттуда гнилые ягоды, что белый, что красный, то, скорее всего, вы получите окисление и получите коричневый цвет различной степени насыщенности. И получите горький неприятный вкус. Как же этого избежать? Первое, возвращаемся к начальному этапу приготовления. То есть, виноград нужно перебирать и все гнилые ягоды удалять. Это раз. Если у нас большая партия и удалить все это достаточно сложно, Есть другой способ. Это термическая обработка. Я как-то показывала этот прием. Я обмакивала грозди винограда светлого в кипящую воду. И рассказывала об этой технологии. Тоже получила кучу комментариев, что, конечно, если у вас там несколько гроздей, а как переработать большую партию? Но, на самом деле, в том же видео я говорила, что есть другой вариант этой же обработки. Это обработка паром. Берем парогенератор, грозди раскладываем и обрабатываем. А вот это кратковременное температурное воздействие, оно нейтрализует окислительный фермент. Как тот, который содержится в гнили, так и тот, который содержится в винограде. И такое сусло, оно будет практически не подвержено окислению. То есть, тут думайте, либо перебирать, либо так, ну, можно еще серый добавить. Такой вариант тоже существует. Но, если мы этого не сделали, мы уже столкнулись с этим по факту. Можно ли исправить? Да, можно. Делаем осветление, делаем оклейку с желатином. Можно попробовать делать яичным белком. Но я работаю с желатином, мне нравится, в общем-то, нормально все исправляется. Конкретно, как это сделать, есть видео прошлогодние. И в этом году я тоже выпущу видео, где покажу конкретно на светлом сусле, как подбирать дозу, как все это работает, как все осветляется. Ну, сейчас немножечко не успеваю, как раз сезон был обрезки, продажи черенков, поэтому невозможно разорваться на все. Значит, при помощи такой оклейки, через некоторое время, все вот эти окисленные вещества выпадают в осадок, вы получаете вино нормального цвета и нормального вкуса. То есть, выливать спешить не надо. И вообще, помните, что если с вашим вином что-то пошло не так, вылить вы всегда успеете. Но можно попробовать что-то с ним сделать и вино спасти. Все-таки вы затратили достаточно много энергии для того, чтобы его приготовить. Что может быть еще? Я как-то рассказывала, что именно в процессе приготовления иногда тоже может появиться небольшая горечь, но она потом уходит. Но она будет неявной. Я это рассказывала, когда я делала закваску высокосахаристого сусла. И где-то в середине, когда еще было не так уж много спирта, еще было достаточно много сахара, когда я пробовала, четко была такая явная горчинка. Через некоторое время, когда вся эта заквасочка выбродила до конца, никакой горечи не было. Получилось приятное и интересное вино. То есть, в процессе, если легкая горчинка, что-то быстренько делать не всегда есть необходимость. Как правило, потом проходит. Также у меня конкретно был случай. Нас угостили домашним вином. Я его поставила в холодильник и как-то попробовала. Ну, горчит. Вот явно горчит. Мне не совсем понравилось. То есть, пить такое вино не очень комфортно было. Ну, выливать я решила, зачем. Вино всегда можно еще неплохо использовать в кулинарии. При приготовлении не только мяса, при приготовлении риса. Ну, вариантов очень много. И как-то один вечер я пришла домой такая очень замучена, очень уставшая. Уже идти куда-то в магазин не хотелось. Думаю, ай, попробую вот чуть-чуть этого лица хлебну. Ну, если там немножко горчить, ничего страшного. И горечи не было. То есть, она исчезла. Поэтому такое тоже может быть. Если цвет вина нормальный, более-менее все нормально, то, ну, попробуйте дать ему постоять. Всегда тоже можно поэкспериментировать. Иногда горечь может уходить, например, из широкого бокала. То есть, ну, попробуйте. Почему бы и нет? Может, она будет уходить, либо дайте вину некоторое время постоять. Тоже вот эта горчинка может пройти. И напомню, что высокая тонинность, это немножко другое. Там будут более вяжущие такие ноты, нежели горькие. Иногда, конечно, может горечь появляться, если вы очень долго держали на осадке, на крупном, на толстом осадке. Ну, тоже это надо, по моему опыту, подержать очень-очень долго. Но у всех разное сырье. По-разному выращенное, по-разному обработанное. Поэтому теоретически где-то вот эта горечь может проявляться. Ну, тоже, если что, можно попробовать осветлять и дальше смотреть, как оно себя ведет. Еще один случай, который встречается достаточно редко, но, тем не менее, имеет место быть, это молочно-кислое прогоркание глицерина. Значит, глицерин является одним из побочных продуктов работы дрожжей. И бывает так, что вот те молочно-кислые бактерии, которые у нас вызывают яблочно-молочное брожение, начинают этот самый глицерин перерабатывать с выделением горького вещества акролеина. Именно этот акролеин и имеет очень явный горький вкус. А как это понять? Ну, там уже нужен химический анализ. Скажу только, что происходит оно, как правило, в низкоспиртозных винах, либо вот эти молочно-кислые бактерии, они могут все это перерабатывать в дрожжевых осадках. То есть, сильно долго мы на дрожжевом осадке не держим. Но, повторюсь, вот эти бактерии, из множества молочно-кислых бактерий, те бактерии, которые могут разлагать глицерин, их достаточно мало и встречаются они достаточно редко. Вот здесь уже можно исправить или нет, я не знаю. Но всегда есть смысл попробовать, побороться за свое вино. Но уже, если не получилось, повторяю, вылить можно всегда. Но прежде чем это сделать, лучше попробовать ваше вино исправить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение под видео. Нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!